Всем привет, меня зовут Влад Виладов и сегодня мы рассмотрим Xperia Z3 Compact. Вот такой вот маленький смартфончик из серии Xperia от компании Sony. В коробочке особо ничего нету, зарядник, microUSB, все как полагается. Давайте отложим ее в сторонку и посмотрим на сам аппарат подробнее. Начнем с фронтальной части. С фронтальной части у нас присутствует дисплей размером 4,6 дюйма 1280 на 720 точек разрешения, то есть проще говоря HD. Есть индикатор определяющий свет, есть динамик один, динамик другой внизу и конечно же 2,2 мегапиксельная камера фронтальная для того, чтобы можно было не столько селфи делать, но и совершать конечно видеозвонки. Толщина корпуса 8,6 миллиметра, что вполне нормально для габаритов. Естественно есть справа у торца кнопка разблокировки, такая классическая для Sony, качелька громкости, но и вот здесь вот опять-таки тоже не менее классическая кнопка спуска затвора камеры. С левого торца у нас есть разъем под док-станцию, которая фирменная, ну и конечно же несколько заглушечек. Давайте откроем их и посмотрим, что под ними скрывается. Итак, левый торец. Левый торец у нас здесь скрывается что-ни-что, ну и конечно разъем под сим-карточку, все это под влагозащищенными заглушечками, и вообще влагозащита здесь присутствует. Ну и естественно здесь вот у нас втыкается microSD-карточка для того, чтобы можно было расширить внутренний объем памяти, который равняется 16 гигабайтам. Ну что, тыловая часть. С тыловой части у нас находится сенсор CMOS, фирменный, все как полагается, 2,7 мегапикселей и конечно же светодиодная вспышка. Сзади и спереди стекло горело глаз, все как тоже полагается, чтобы ничего не царапалось, ну и очень приятно лежит в руке. Также у нас есть значок NFC, следовательно NFC здесь тоже поддерживается. Давайте его разблокируем и посмотрим, что здесь есть. Конечно, фирменная оболочка, ничего не тормозит, все бегает очень быстро, претензий никаких нет. Помогает бегать быстро процессор Snapdragon 801 на 2,5 гигагерца 4-ядерной, 2 гигабайта оперативной памяти и Adreno 330 в качестве графического ускорителя. Естественно, есть поддержка LTE сетей, ну так, чтобы вы могли уж по полной программе, Wi-Fi AC и куча различных вариаций типа Bluetooth 4.0 и так далее. Вообще, полный фарш, по-моему, по технологиям и мало чем отличается от топового собрата. Ну, разве что процессор не 805. Также здесь, конечно же, вот если мы нажмем на Antutu, есть показатели в попугайчиках 45753 и это вполне себе серьезно, с хорошим таким заделом на будущее. Мой OnePlus One выдает намного меньше показателя. А вот если мы откроем галерею, то у меня есть здесь скриншот заранее проведенного теста Epic Citadel графического, который продемонстрирован в режиме Ultra High Quality 54,5 FPS, то есть камера в секунду. Опять-таки нам говорит о том, что все, все очень-очень быстро и замечательно. Вообще, конечно, я могу здесь достаточно долго разглагольствовать, но не буду по одной простой причине. Стоит показать еще версию, конечно же, операционной системы. Я промахнулся, потому что смотрю на камеру. Да, и у нас здесь стоит Android 4.4.4. Вот сейчас мы это дело как промахнем, да. Вот мы видим, здесь стоит Android 4.4.4. А ведь-таки самая последняя четверка, новее ничего нету и совсем скоро должно прилететь обновление на пятерку. Мне еще доставляют эти два стереодинамика, потому что они очень-очень шикарные в плане звучания. И когда вы держите смартфон и смотрите на нем, например, видео на тюбе, кино или играете, то вы нифига не перекрываете эти два динамика, и звук с фронтальной части бьет, можно сказать, вам в лицо. Это своеобразное удовольствие. Ну и камера, конечно, камера, которая тоже очень прилично снимает. 2,7, конечно, там не 27, но в принципе этого вполне достаточно для того, чтобы радоваться жизнью и абсолютно не напрягаться в плане качества картинки. Ну и настройки, конечно, переехали из старшей версии. Здесь все понятно и все ясно. Я предлагаю нажать сюда вот и, наверное, знаете, выбрать режим видео, потому что мне интересно, а снимает ли эта штука видео в 4К? Нет, эта штука видео в 4К не снимает, зато есть режим в 60 кадров в секунду при Full HD съемке. Ну, тоже вполне не дурно так. Что получаем на выходе? Получаем на выходе нормальный такой вот, ну, почти топовый смартфон с небольшими габаритами. Ну, как не крутите 129 грамм веса в 8,6 в толщину и 4,6 дюйма, это сейчас уже, можно сказать, такая малютка. Особенно, если посмотреть на габариты у конкурентов. Так вот, за нее просят порядка 22-23 тысяч рублей по интернет-магазинам города Москвы на конец января 2015 года. Да, в общем-то, и начало февраля здесь тоже можно взять, но вряд ли цены сильно изменятся. Я вот еще не прошелся по верхнему торцу и по нижнему. Сверху у нас 3,5-мм разъем для наушников. Кстати, вот те самые наушники с активным звукоподавлением прекрасно здесь работают. Проверял все без проблем. Микрофончик для шумоподавления, ну и, конечно же, в нижней части у нас есть петелька под хлястик на руку и еще один микрофончик. Ну и все, больше ничего особо здесь нет. На этом у меня все. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал, конечно же, комментировать данное видео и ставить большие пальцы вверх. Да, вот такие вот прям. Еще раз всем спасибо и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok